Всем здесь Бурич, всем здорова, господа товарищи! Вот я внедрился тут в одну тему, к сожалению, пришлось внедриться, а именно у меня появился свич в зубе, точнее в десне. Киста, вот это вот все, да, периодонтит, по-моему, правильно называется. Короче, ничего хорошего, но в связи с этим пришлось внедриться, разобраться, походить по куче врачей, наверное, клиники 4 в совокупности я посетил, кучу видосов в ютубе пересмотрел, поэтому хочу поделиться, может быть, кому-то пригодится. Во-первых, я не врач, сразу хочу об этом сказать, поэтому в любом случае лучше идти к врачу, в зубную хорошую клинику, консультируйтесь. Но я ходил в несколько и еще кучу видео на ютубе пересмотрел, чтобы составить какую-то общую картину. Ну так вот, все началось с чего? Лет 7 назад, а то и больше, короче, давно, мне один хороший врач лечил верхний зуб, вот здесь вот в Десне, да, 26-й зуб, если уж так сказать, более грамотным стоматологическим языком говорить. Вот. Мне его лечили, потом удалили корни сразу же, потому что зуб был запущенный. Тоже, кстати, об этом попозже расскажу, о том, что, когда и как. Потому что я сам с детства врачей боюсь, в те времена я рос еще, когда хорошей анестезии не было, когда драли, выгирали, сверлили, что попало, вытворяли, в общем. Вот. Короче, не было нормального лечения. Ну и сейчас, может быть, врачи-то были как бы специалисты, но, может быть, инвентаря не было, наука не шагнула так далеко. В общем, боялся я врачей всю жизнь. Сейчас вот только в 36 лет, можно так сказать, перестал бояться врачей, потому что знаю, что это совершенно безболезненно. И то все равно вот с неохотой хожу к врачам. В прошлый раз, получается, был 3 года назад, а надо бы каждый год ходить. Ну ладно, давайте ближе к делу. Значит, лет 7-8 назад у меня, так сказать, сверлили зуб, все отлично залечили. Шикарный врач в городе Глазове еще, да, вылечил еще бесплатно, по-моему. Все здорово. В общем, горя я не знал. Но какое-то время назад, может быть, год назад, представляете, сколько времени я ходил? Может быть, 2 года назад. Короче, прилично, может быть, даже 3 года назад, потому что я уже просто, как сказать, не считал. У меня стали там происходить какие-то, именно не с зубом, зуб выглядит прям отлично, не беспокоил, не болел, ничего не происходило. А в десне сверху стали какие-то происходить изменения. Как будто там что-то, знаете, нарывает или лезет, что ли, да. Причем как-то так, не больно, а просто что-то там внутри как будто мешается. Я трогал, смотрел, ну непонятно, просто что-то вроде как, как будто, знаете, зуб растет, новый зуб. Я повеселился, думаю, нифига у меня, так сказать, в тридцатник полез новый зуб, вот. Ну, круто, что, наверное, кальция переизбыток или еще что-то такое. Ну, думаю, проблему буду решать по мере поступления. Вылезет, ну, что, нафига мне лишний зуб в десне, мешаться будет, удалю, не будет мешаться, ну, зуб и зуб, да, буду ходить, пока там не придется удалять. Вот. Короче, сильно не парился, и так и ходил. А, возможно, я просто замерз тогда, и вот произошла ситуация. Короче, год или два, или даже, может быть, три я ходил вот с такой вот хренью. И вот буквально неделю назад я почему-то подумал, блин, да если это зуб, который должен был вылезти, причем, говорю, не было ни больно, ничего, ну, просто как надавливаешь, неприятные такие какие-то ощущения, а так ничего не болело, ничего меня вообще не беспокоило. Я думаю, ну, наверное, он должен уже вылезти, а если это не зуб, а все-таки какой-то нарыв, подумал я, немножко, так сказать, насторожился, и решил сходить в поликлинику, ну, не совсем дальше в поликлинику, в платную, в платную клинику здесь в Ижевске. Я до этого туда ходил, очень мне там все нравилось, не буду никого рекламировать. Вот. И, соответственно, в этой платной клинике пришел, сказал, ну, давайте сделаем мне панорамный снимок. То есть я даже на консультацию к врачу не ходил, просто говорю, давайте сделаем мне снимок. Какой снимок даст всю картину зубов? Они, ну, панорамный, я говорю, вот, давайте мне панорамный снимок. Все, отлично. Соответственно, я делаю панорамный снимок, и мне говорят, ну, я говорю, что там, как мой новый зуб-то лезет? Они говорят, какой новый зуб? Я посмотрел, изучил, короче, никаким новым зубом там даже и не пахнет. Что из этого можно сделать? Какой вывод? Что значит, это не зуб, а какая-то хрень? Я сразу же записываюсь к врачу, благо мне повезло. По-моему, на следующий день я к врачу записался. Вот. В той, у которой я лечился три года назад. Прихожу, в общем, к врачу, она там смотрит, говорит, у вас киста. Давайте сделаем 3D-снимок. 3D-это когда, причем, сразу скажу, панорамный делается сразу всей полости рта, да? Но он 2D, то есть там по факту ты ничего не увидишь. Увидишь только кривые зубы. У меня на панорамном снимке все отлично. Он, кстати, вот здесь лежит. Да. Здесь он лежит с первыми этими. 300 рублей он у меня стоил. Так, тут я закрою, так сказать, не буду рекламировать. Вот. Все, красота, все вроде отлично. Да. Ну, только то, что там зуба нет. Как бы это. Сколько я за него отдал? 800 рублей я за него отдал. Нет, 300 рублей, по-моему, я за него отдал. Потом за 3D-снимок из консультации я отдал 1100. То есть 800 рублей я сделал. Она говорит, давайте сделаем 3D-снимок, посмотрим, что там реально. Потому что там, говорит, у вас свич. То есть я пришел к ней, лег, она посмотрела это, говорит, свич. Свич это, короче, когда где-то воспаление идет внутри организма. Гной какой-то скапливается, да. И вот, чтобы ему пройти куда-то, выйти в другую полость, там внутри организма бывает такая фигня, либо наружу, он, ну, проделывает отверстие, по сути. То есть, ну, вот это свич. Даже любой прыщ, по факту, да, который глубоко там где-то у вас, мало ли, появился, когда он выходит наружу, ну, вот это отверстие, это и есть свич. Вот. Таким, это, по сути, очень даже хорошо. Потому что таким образом организм дает возможность выбросить вот этот гной, вот этот продукт воспаления, чтобы он там не увеличился внутри организма, да, до каких-то огромных пределов. А это как бы выход наружу ищет вот это заболевание. И очень хорошо, что это рано. Чем раньше, в общем, это появляется, тем лучше, чем когда там разрастается до каких-то огромных пределов. Ну, так вот, что было дальше? Соответственно, вот этот свич. Надо, говорит, делать 3D-снимок, чтобы увидеть, что там внутри, что с костью, потому что это, ладно, фигня, но по факту, говорит, значит, кость там, возможно, уже там портится и все такое. Короче, пошел и сделал 3D-снимок. Сейчас, к сожалению, не приложу, но у меня, получается, на почте в электронном виде. Ну, короче, фишка в чем? Там оказывается внутри вот этот зуб, вот эти корни, да, и вокруг уже кость просто-напросто уничтожена вот этим воспалением. То есть, это воспаление на корнях зуба начинает появляться и разъедает потихонечку кость. И там уже дыра, по сути, в кости, и воспаление перешло в верхнюю пазуху носа, и там у меня уже какое-то воспаление, какая-то хрень, короче, клоруики. В общем, очень опасные явления. И вы представляете, я уже год, а то и два, а то и три назад почувствовал вот это вот воспаление в десне, и можно было уже тогда пойти и два года не ждать, пока там кость у меня разрушится. А я ходил, веселился, как бы наплевательски относился к своему здоровью. Бывает, в машине что-то застучит, сразу же едешь, там что-то смотришь, да, потому что понимаешь, что дороже выйдет потом. А тут-то, блин, самое-самое важное, твой организм. И вот постоянно мы забиваем. У меня на самом деле много каких-то вот таких моментов. Я в целом на здоровье не жалуюсь, бодр и весел. Но вот из-за того, что просто я забиваю на них, а, вось само там как-то пройдет, переболею, там, я не знаю, насморк, туда-сюда, ерунда. Блин, вот в итоге вот такие вот ситуации получаются. Поэтому если что-то вас беспокоит хотя бы чуть-чуть, лучше сходите, сделайте обследование. В животе там сделайте УЗИ, еще какие-то моменты. Там вот этот, по факту, вот эти фотографии 3D зубов нужно делать хотя бы раз в год. Почему? Потому что, оказывается, в связи с чем это получается? Чаще всего это результат когда-то проведенного лечения. То есть тебе лечили и, например, не увидели какой-то канал, да, какое-то отвлетление там не обработали, и там начинает появляться воспаление. Зуб у тебя уже мертвый, там уже нет корней, то есть он не болит, он запломбированный, выглядит нормально. Но вот этому воспалению инфекции надо, когда она разъедает, разъедает, и находит самый простой и легкий способ, это уйти в десну, уйти в кость. А там ты вообще не видишь, там у тебя толком нервных окончаний нет. И вот оно, представляете, вверху или внизу разъедает и разъедает за годами, да. И повезло тому, у кого появляется вот эта свитч, когда гной все-таки находит место, чтобы выйти наружу. И таким образом как бы, ну, становится легче. Тогда хотя бы он меньше разъедает там внутри. Но вот чуть-чуть что-то начинает беспокоить, лучше сразу же идти и делать обследование. Вот это первый вывод, который я сделал. Он банален, но, блин, к сожалению, не знаю, многие-немногие, и лично я продолжаю, как бы, продолжал забивать на свое здоровье. И вот вместо того, чтобы сразу начать там бить тревогу, а продолжал веселиться. Ладно, хоть час что-то меня дернул, пойти вообще на эту тему. Ну вот, короче, посмотрели в 3D-снимок, там такая вот дырень в кости. Она говорит, что все, типа, надо зуб выдирать. Проблема в зубе, там инфекция, там вот это вот все, зуб выдираете. У вас получается, говорит, по сути, дыра в десне между носовой пазухой и ротовой полостью. Мы там ее зашьем, вот. Пошли к хирургу, она посмотрела, да, говорит, все, выдираем, все, короче. Через неделю я записался на выдирание зубов. Ну, вы понимаете, выдрать зуб, это все, значит, его лишиться. Все, уже только имплант. И тоже, хрен знает, приживется, не приживется. Там, ну, тоже много всяких, оказывается, вопросов. В любом случае, я просто сейчас изучил этот вопрос, и вам скажу одно самое главное. Боритесь за свой зуб вот до самого конца. Вот, 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 пока он там, я не знаю, не раскрошится, не вывалится сам уже, продолжайте его лечить и пытаться спасти. Я смотрел кучу видосов там, то ли в Корее, то ли в Японии лечат. Там, знаете, торчит из десны какая-то вот гнилушка, просто какой-то даже осколок какой-то гнилой. А они его раз-раз-раз, что-то там всверлят, крутят, вмутят, наращивают, в итоге получается нормальный зуб. У нас же, чуть что, вырывайте. Вырвали, короче, хрен, все, зуба нет, ты ничего уже никак не спляшешь. Только туда какой-то там имплант. И даже не в цене импланта дело, а в том, что он может не прижиться. Может, там еще какая-то сорокет ты заплатишь, да, если его тебе сделают. Потом еще, еще, и будешь. Ну, короче, это стрёмно. Ну, это представляете, как вот у вас, не знаю, рана на руке, и вам говорят, отрезай, приделаем протез. И вы думаете, что протез будет лучше? Любой, какой бы он ни был, протез будет всегда хуже вашей нормальной, живой, настоящей руки. Поэтому, вот какая бы там рана ни была, до последнего надо стараться бороться за эту руку. Конечно, бывают всякие ситуации. И вот тут такая же штука с зубами. И вот всем этим врачам и, по сути, насрать. Им главное решить вопрос, решить проблему. Вот пришел с проблемой, вырывай, оторвали, все, ушел. И все, шавкаешь, так сказать, чавкаешь без зубов. Вот. Короче, я думаю, у меня есть еще неделя на размышления туда-сюда. Я пошел по клиникам. Пришел в одну клинику. Крайне дорогую. Прям вообще. Там, как, знаете, в космическом корабле. Все вылизано, стекло, там вся фигня. На ресепшене мне сразу договор такой огромный. Там, я не знаю, страниц 15 в этом договоре. Все прописано, я им по гроб жизни должен. Договор вечный, короче. Ну, в общем, я читал и веселился. 500 рублей отдал за консультацию. Ну, там очень... А, я к одному еще хирургу отправлял снимки, да, тоже очень, типа, крутой хирург. Этот хирург посмотрел, сказал удалять. Я говорю, ну, есть ли возможность хоть как-то спасти зуб? Он говорит, ну, если найдете классного терапевта под его ответственность, ну, под вашу ответственность. Типа, гарантии никто не даст. Я такой, ладно, посоветуйте. Вот он мне посоветовал. Вот я пошел, 500 рублей за консультацию заплатил. Там мне говорит тетенька. Она говорит, что в 80% случаев такие зубы вылечиваются отлично. То есть проблема в зубе. Мы тут под микроскопом туда залезем. Найдем, может быть, какие-то каналы забыли в прошлый раз пролечить. Да. Все, снова пройдемся, заложим лекарства. Все сделаем. Через полгода сделаем снимок. Динамика хорошая. То есть все прекрасно. 33 косаря, 34 косаря. Это вот стоит. 34 косаря резко выложить за зуб. Конечно, я был немножко в шоке. Удивлен. Я нашел другую крутейшую клинику. Но более, скажем так, народную. Пошел туда. Пришел. Врач тоже снимки смотрел. Туда-сюда. Говорит, там даже чуть ли не 5 каналов у вас видно. А запломбировано только 3. То есть по факту это недолеченная фигня. Потом позвали там самого крутого врача. А он как раз тоже хирург. Посмотрел туда-сюда. Удалять. Давайте все записываемся на следующей неделе на удаление. Цена в два раза ниже, чем я в предыдущем месте записался. А там, где космолеты, там 30 косарей я даже не подумал. Ну, если что, пойду туда. За 30 косарей, но вылечу зуб. Вот. Потом давай смотреть видосы в Ютубе тоже. Чем клиника дороже, чем врачи круче, да, тем больше говорят, что типа все это лечится, все это нормально исправляется. И самое главное, я понял, что все зависит от самого зуба. То есть какая бы огромная там киста ни была, какое бы огромное разрушение внутри кости не было, причиной является зуб. И, соответственно, чем лучше зуб сохранился, тем больше показаний, чтобы именно сохранить его, перелечить. А там все зарастет. И показывает там какой-то армянин, доктор, прекрасный, вот к нему попасть бы на лечение, да. Куча у него видосов. И все видосы говорят об этом. Что по факту удаление это прошлый век. Так можно сказать. В любом случае, причина в зубе, если взять и перелечить, то киста зарастет, потому что воспаление пропало, причина, скажем так, вот это загноение, вот это все пропало. Что делает организм? Восстанавливается. Вот. Кроме того, я с мамой со своей разговаривала, она тоже уже пожила, в жизни многое повидала. Тоже она рассказала, как ей два раза кисту вылечили. И рассказывала истории про удаление, да. Ну, вы понимаете, если зуб удалил, все, ты, ну ничего ты с ним не сделаешь. Зуб, вот он, лежит там, под подушку можно положить его, в шкаф спрятать, можно выкинуть его куда-нибудь, на шею повесить, носить, да. Но во рту он уже никак не пригодится. А пока он там у тебя сидит, это лучшее, что дала тебе природа, чтобы ты как-то смог его восстановить и продолжать им пользоваться. Вот. В итоге, что я сделал? Я нашел еще одну крутейшую клинику. Чуть было уже не пошел на удаление. Но вот всю ночь я перед удалением смотрел эти видосы, и во всех видосах говорили, что нужно восстанавливать, нужно лечить. В итоге нашел еще одну клинику. Там мне сказали, отправил им по удаленке, скажем так, на почту, 3D снимок. Они посмотрели, сказали, зуб хороший, удалять его жаль. Можем попробовать перелечить. Опять же, без гарантий. Стоит будет 15 косарей. Вот. Ну, по факту, на самом деле, вышло дороже. Почти все 20. Там. Под микроскопом не делали. Но фишка, знаете, в чем? Что единственное, меня немножечко смущает. То, что там, тоже хотел вам показать. Это я брал даже с собой. Бумаги. От вчерашнего. Вчера утром я ходил туда. Час примерно мне лечили. Да, тоже договора. Ну, хотя бы не на 15 страницах. Тот, который на 15 страницах, я даже подписывать не стал. Я просто за консультацию 500 рублей заплатил. Все. Где-то консультация бесплатно. Где-то консультация 700 рублей вот в одной клинике. Ну, вот я вам покажу в итоге, в итоге, что у меня там вышло. Вот. 15 900... 15 950, короче. Это только первый этап лечения. Мне по факту просверлили, так сказать, старое все туда достали. Максимально прочистили. Под микроскопом нашли еще один канал, который был, и сказали, возможно, из-за него и пошла вот эта вся инфекция. Все это прочистили. Сделали целевой снимок, чтобы внутри там посмотреть. Есть еще целевой снимок. Его тоже надо, кстати, делать. Поэтому, если кто знает, панорамный даже не делайте. Делайте либо сразу конкретно целевой. Ну-ка, снимок, снимок. Прицельный. Вот. Прицельно внутри контактная рентгенография. Вот. 300 рублей тоже. Сейчас меня сняли. 16 250. В общем, первое посещение этой клиники у меня вышло. Ну, если второе будет пятеру, то это где-то 20, ну, 21. Но это все равно не 33. То есть, десятку хотя бы я сэкономил. А как я вообще определял? В разных клиниках я спрашиваю, под микроскопом лечите? Нет, не лечат. А кафру или как-то там, в общем, такая резинка специальная, да, я тоже в ютубе в роликах смотрел. Вот эти крутые врачи как лечат. Они резинку специальную делают, которая, по сути, оставляет вкрытым только зуб. Это для чего делается? Чтобы слюни не попали туда. Потому что во время лечения, если слюна попадает, в слюне оказывается очень много бактерий. И они там тоже, ну, по факту лечения все зря. То есть, тебе там вылечили, все сделали, слюна попала во время лечения. Эти бактерии, инфекция опять занеслась. Тебе закрыли. И вот оно пошло там внутри опять размножение этих бактерий. Короче, куча нюансов. Лучше изучить и быть уже бдительным. И знать, что вообще к чему. Итак, в итоге, вот за 16,250 я вчера все это вылечил. Было вообще не больно. Лечили меня под микроскопом. И без микроскопа. И эту хрень мне там одевали. Ну, вот я, кстати, по этим параметрам определял, насколько инновационная клиника. Чтобы действительно все до мелочей там врач смогла рассмотреть. Потому что где-то микроскопы вообще не используются. Где-то вот эта хрень тоже не используется. Но обычно и того, и другого нет. Соответственно, где гарантии, что врач увидит то, что под микроскопом многие могут не увидеть. Поэтому я искал, думал, лучше я переплачу. Но буду, так сказать, использовать все современные технологии. Вот здесь еще мне заведующая делала эту процедуру, операцию. Но главный минус. У меня корни, на прицельном снимке это видно, они загибаются, они вот такие. Вот так вот, два корня. Ну, один, по крайней мере. И вы знаете, в чем, как бы, главная печаль беда? То, что, к сожалению, вот на вчерашнем лечении нашли новый канал, его прочистили, все. Сказали, там была точная инфекция. Это было, как бы, понятно и по запаху, и по состоянию. Там воняет, сами понимаете, гнилыми зубами. Но главный минус, то, что вот в эти корни врач дошла только вот досюда. То есть, по факту, внутрь она не проникла. Там внутри запломбирована, да. Там предыдущая пломба, которой я ходил там 8 лет, или сколько, возможно, ничего там с ней, ну, не происходит. Возможно, причина вот. Но вот тот факт, что она не смогла досверлиться до конца и пройти канал полностью, ну, это стрёмно. Потому что я потом пришёл и у этого армянского доктора тоже смотрел. Он описывал эти ситуации и говорит, что нужно обязательно проходить. И, короче, как бы не получилось так, что я выкинул просто напрасно 16 косарей и как бы не пришлось перелечивать ещё потом за 30-ку туда вот идти где, как космический корабль клиника. Потому что она говорила, что нужно пройтись всё везде там. Типа, я к вам пройду. Короче, поживём, увидим. Но просто к чему я всё это хотел сказать. Разобравшись в вопросе, я понял, что, во-первых, ищите тех докторов, которые возьмутся, которые возьмутся за лечение. Хотя, конечно же, есть вероятность того, что они сначала берутся за лечение, потом через полгода говорят, ну, ничего не получилось, пусть будем удалять. То есть, по факту, как бы вроде и дом не построили и деньги на кирпичи выделили. Типа того, да? Но, как бы, появилось у меня понимание, что зуб нужно лечить до того момента, пока он не раскололся. Говорят, единственное, то, что точно надо удалять, это раскол зуба. Раскололся зуб, раскрошился, всё, надо удалять. Пока хоть что-то, как-то там, корешок какой-то держится за жизнь, хватается, лучше его лечить. Вот. Ну, и ещё, конечно же, максимально часто надо проверяться хотя бы раз в год, потому что, а чего это происходит? Вот первый раз я запустил зуб, его смогли сверху подлечить, залатать, и всё было бы нормально. Нет, я запустил до того момента, когда там пришлось удалять корень. А вот как раз, когда удаляют корень, тогда и появляется возможность заражения, вот это вот внутри, десны, когда корень запломбирован, зуб не болит, ничего не проявляет, никак себя, а по факту внутри идёт процесс воспалительного разложения кости, вот этого вот всего. Поэтому максимально вот быстро нужно вообще все моменты в организме, что-то чувствуешь не то, лучше идти к врачу, хоть к какому-нибудь специалисту, а лучше к нескольким сходить, чтобы разную картину увидеть, в целом, да, потому что, говорю мне, двое врачей, из четырёх, причём вроде как, хороших клиниках, мне рекомендовали зуб вырвать. Ну, там ещё третий был, хирург тоже рекомендовал зуб вырвать, а в двух же других клиниках, говорили лечить, и я всё-таки вот решил попробовать вылечить. Вырвать я, в принципе, всегда успею. Вот такая история, надеюсь, не очень занудная, всё вам рассказал, показал, короче, сколько ещё стоит вылечить в наших краях, и вообще вся история про то, что вот киста, это вообще не такое уж и показание для вырывания зуба, но это лучше посмотреть уже на специализированных каналах, где прям всё чётко по полочкам раскладывается, что лучше лечите, чем вырывайте. Ладно, давайте всем пока, всем здоровых зубов. Вот самое главное, вот так вот я смотрю в зеркало, прекрасно, всё отлично с зубами, да, но вот оказывается, надо делать хотя бы рентгеновские там или 3D-снимки раз в год, всей полости рта, прям вот рекомендуется. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok